Всем привет ребята, с вами снова Хик, продолжаем мы прохождение GTA San Andreas спидраном San Fierro часть 2, буду благодарен вам за поддержку, за лайк и за подписку, за комментарий, очень всем признателен, и так если вы это сделали, вы отличный парень, или девчонка, не знаю, а также напомню, если вдруг знаете вы больше чем я, то смело пишите в комментариях ваши пожелания, улучшения и т.д. и т.п. В каком-то моменте вранье я это приветствую, поэтому действуйте, ну а так мы с вами начинаем, приятного вам просмотра Продолжаем мы с вами проходить San Fierro часть 2, у меня получилось с помощью ускорений сделать, чтобы полностью весь San Fierro уместился в две части, не как с Лос-Антосом Так, миссия Outrider, следующая у нас, стараемся в сельской местности взять байк, потому что это не дело передвигаться на ранчере, он тяжелый, он неудобный, но по бездорожью нормально ездит, но байк все же лучше будет Мне здесь не повезло, немножко у меня появился только фривей Вот так-то в идеале вообще Санчес Опять же, я прыгаю с горы, выбираю маршрут более прямой, ускоряюсь с помощью клавиши мыши Часто это делаете, ставьте, диспавните трафик, ускоряйтесь на байке Телефонный звоночек, сбиваем его с помощью выстрела, так можно делать, сохраняемся для того, чтобы выполнить хп И начинаем миссию Outrider Незамедлительно Даже можете не стараться здесь оставить какие-то свой транспорт, типа там мотоциклы или автомобили, все равно это за диспавнится так или иначе А мне здесь повезло Полицейский байк Я его шотаю, он нагрится на меня, я его беру И в принципе не волнуюсь о том, что, ну типа у меня звезда Это вообще ни о чем не говорит, потому что в этом подземном, так сказать, не знаю, подземных путях есть звездочка Которую можно взять и в принципе у нас не будет никакой погони Да и вообще в принципе такая миссия, что не влияет она ни на что, будут у вас звезды или нет Паркуемся к тачке Аля-то-паля Вообще, миссия Outrider в чем она заключается? Нужно сопровождать фургон, сопровождать для того, чтобы он проехал в целости и сохранности Достигаем маркера Садимся на байк для того, чтобы триггер сработал Фургончик поехал А мы спокойно в это время взяли оружие Но опять же, можно конечно взять оружие и только потом сесть Но опять же, нам главное старт дать этому фургончику для того, чтобы он быстрее передвигался Вот, а так по сути у нас на этой миссии очень много дел, что нам нужно сделать Опять же, объем легких на этой миссии качается последний раз Из двух Первый раз мы качали там на миссию крупье Ой, лакея Крупье, блин, опять Вот, а теперь Второй раз на этой миссии будем делать, потому что фургон очень долго едет Так, уничтожаем все преграды Можете делать как хотите, но я трачу две примерно ракеты Постараюсь в середину прям попадать То есть, три NPC размазать, три машины, они сами взрываются, все отлично Продвигаемся к следующей К следующему Блин, что это? Засада какая-то? Как переводит игра, это засады какие-то Окей, хорошо Берем броню Стараемся сделать так, чтобы она у нас не потратилась Стреляем прям в днище Второго этажа И уничтожаются все NPC Также вот, как видите, они как бы стоят треугольничком И очень удобно их уничтожать Попадаем просто в середину, точнее целимся Целимся в середину и стреляем из базуки В общем, ничего сложного в этом нет У меня тут один парень остался, но я его с помощью Так скажем, почищаю до конца засаду Уничтожаю его с помощью снайперки И едем дальше У нас еще два будут такие блокпоста Стреляем в перекрестие Вот прям куда я сейчас стрельну Сюда бац Уничтожаем сразу верхних трех Также стоим вверх И опять в треугольничек В середину треугольничка Как бы образно, да, создается треугольничек Там тачка горит Я заранее выпускаю ракетницы Там, где она заспавнится Просто спамлю тот момент Ракетами И уничтожаю фургоны заранее Опять же, у вас это может не получиться Опять же, тренировки, тренировки Еще раз тренировки Там все равно какой-то один-то останется Уезжаем в порт Берем энерджи Меняем санчист на энерджи И топимся Топимся до второго тика То есть до того самого сообщения Пока вам не скажут, что Вот, добрый день Вы прокачали объем легких Вот Мы при этом время вообще не теряем Потому что фургончик у нас еще двигается Он едет очень медленно И, в принципе, чем еще заниматься Как не прокачка легких То есть мы, считайте, время зря не теряем И это очень удобно Вот, а к тому времени, как мы уже прокачаем Второй тик произойдет Если вот объем легких прибавился Мы едем опять же Там, куда приезжает, собственно, этот фургон На эту фабрику И вот он только заворачивает здесь У нас все хорошо прошло Мы время зря не теряли И прям в тайминге уложились Сейчас у нас будут две звезды Три даже Прошу прощения Мы спокойно их забиваем С помощью сохранения Сохраняешься Забиваешь звездочки Потому что Ну, будет весьма сложновато, блин С тремя звездочками Проходить дальнейшие миссии Снейл трейл Сохраняемся Стоимся Берем байк Точнее сначала на миссию Стоем, берем байк Сделаем все то, что нам говорит игра Берем снайперскую винтовку И здесь очень важно, на самом деле Быстро доехать На Энерджи То есть успеть быстрее, чем поезд приедет То есть заранее Вы давите на газ Потому что Если вы замедлите Поезд очень быстро здесь уезжает Старайтесь занять место В последнем вагоне В третьем В втором точнее Ну, типа три их вагона Один, типа состав Окей Забираемся просто в соседний вагон Переключаем к сцену Точнее, весь наш путь С помощью клавиши W И просто заранее выпрыгиваем Для того, чтобы сейчас Сподхватить какой-нибудь байк Желательно байк опять же взять здесь Мне везет У меня появляется байк Я спокойно его беру И сейчас тоже Весьма такой Дурацкий трудный момент В том плане То, что Затяжной Потому что мы не можем заставить Этого самого адвоката С кем мы следим Двигаться быстрее Поэтому Мы делаем что хотим Я вот, например Просто поменял прическу Опять же, это делать вовсе не обязательно Вы можете этого не делать Вы можете просто здесь вот стоять Вот как я сейчас стою И ждать, когда он выйдет Ловить свое такси Но на самом деле Блин Тут еще можно Вообще, что хотите, то и делайте Просто не выпускать его с виду Далеко не уезжайте Чтобы в случае чего Миссия не была провалена А то всякое бывает Опять же, я не знаю, что я здесь тормозил Видимо, показывает маршрут Куда ему нужно ехать Не может определиться никак Так вот Дальше Едет такси Соблюдайте расстояние И диспавните трафик Впереди такси Потому что это тоже работает Таксист Может Попасть в пробку своеобразную Так что диспавните трафик Двигайте камеры Для того, чтобы там машины Перед ним не появлялись Вот Счетчик тревоги Тоже за ним следите Не прибежать слишком близко Ну Тем не менее Вас уведомит игра О том, что вы слишком близко приблизились Лучше отдалиться Вот К сожалению Вообще минус этой миссии В том, что здесь светофоры Могут сыграть в злую шутку с вами И все время быть красным 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 И вы будете В ожиданиях стоять Томиться Пока загорит зеленый Собственно А насчет трафика Вы сами его выбираете Сами его Заставляете появляться Или наоборот же Исчезать Очень удобно Он доезжает до Колеса обозрения Вот тут мы прям сразу паркуемся Все равно будем с помощью снайперки Уничтожать этих двоих голубков Отлично Берем снайперку Паркуем Байк вот так, как я показал И целимся Ждем, когда выйдет адвокат Ну или сейчас Тут какая-то встреча будет Так вот Изначально уничтожаем Самого адвоката Позже сейчас расскажу Почему это делается Почему сначала Левого парня Надо уничтожать Самого адвоката Потому что Сейчас Раз выстрел Два выстрел Изи Почему я уничтожил Сначала адвоката Почему это нужно делать Если вы уничтожите пацана В белой Футболке Сначала То адвокат побежит В сторону Вообще За здание он побежит Если вдруг вы не будете попадать Он забежит за здание Придется Блин, нужно туда Прям ехать И все Вот А если вы уничтожаете Сначала адвоката Этот парень в белой рубашке Бежит на вас И намного удобнее его убить Отлично Продолжаем Просто едем до Ice Cold Killa Убийство Джизи Отлично Здесь Производим Йола Джамп Опять же Нужно потренироваться Чтобы не падать с байка Ну вообще Старайтесь приземляться На переднее колесо Чтобы Чтобы не упасть Окей Через аэропорт проезжаем Просто Чертовски сильно Сокращаем маршрут Ice Cold Killa Убийство Джизи Очень легкая миссия Паркуем байк здесь Заранее наперед Потому что Телефонные звонки Да-да-да Принимаем их Они нам по сути не нужны Сейвимся для того Чтобы Попасть в тайминги Ice Cold Killa Обратите внимание Там написано 26 На сплитах Это тайминги Когда можно Начинать эту миссию Да В Сандресе существует Такая хрень Что Определенный Примежиток времени На некоторых миссиях Есть Когда вы можете Начать Здесь то же самое Сделали один сейв 20.00 С 20.00 до 6 Выбираем Маршрут поверху Почему бы и нет На байке Байк это отличная тема Тем более такой Так Паркуем байк Наперед Сделаем 6 выстрелов В будущую тачку Джези Куда она садится 6 выстрелов Запомнили да 6 выстрелов В этот автомобиль После 6 выстрелов Бережим сразу На эту стройплощадку Видимо Не знаю Деформация Какого-то моста Происходит Я не знаю Что это такое Но Нам это очень помогает Чтобы попасть сразу На крышу Опять же Игнорируем Там вот эти все Ярлычки на карте Спрыгиваем просто отсюда Кастан срабатывает Джези убегает Мы бежим за ним Просто игнорируем Всех NPC Которые у вас стреляют Переключаемся на снайперку Видите Машина дымит Потому что мы в 6 раз В нее попали И делаем один Точный выстрел В машину Инстинкт самосохранения У Джези Мы добиваем его базукой Вот и все Телефон у нас остается Мы его забираем Джези умирает Джамп Немножко не по таймингам И Миссия пройдена Вау Следующая миссия Та самая Для которой мы прокачивали Объем легких Для СиДжея Дважды вот это Прыгали в воду Собственно Если у вас не будут прокачены Вы не сможете Ее начать А то и логично Я еду на байке Выбираю опять же Прямые маршруты Все очень хорошо у нас Вот И обратите внимание Что тайминг Эту миссии Также 20 и 6 То есть если вы прошли Миссию Джези Убийство Джези Дазначено быстро У вас время Такое же в принципе И останется То есть мы где-то За минуту наверное Прошли Миссию Джези Его убийство Добритесь до доков Тут я демонстрирую Чудеса буферинга Чуть я не сдох Опять же не улетел с байка Вы сами понимаете Что падение это лишние Секунды времени Старайтесь не падать Если у вас есть возможность Забуферить этот момент Что перед вами машина Вы нажимаете escape Зажимаете его Буферизация происходит То все хорошо Ставьте байк вот здесь Это важный момент Если вы поставите Где-то Не там Не сям Он может у вас пропасть И будет уже неприятно Забираемся на скалу И на следующую скалу Забираемся Мы просто игнорируем То что нам говорит игра Это ни к чему Так Фотку я просто так сделал Здесь перепрыгиваем Просто выбираемся Из этого Из этой ямы Которую мы только что Прыгнули Берем байк И Едем на пирс Прям заранее Его кидаем туда На ход Потому что мы Отсюда и вылезем Потом в будущем Но нам не сюда Нам нужно на лодочку Можете взять броню Если у вас ее будет мало Я ее взял Просто так Показательно Для того что Она тут есть Вы можете Ей воспользоваться Едем На Моторной лодке Прямо К кораблю Здесь вообще По сути Это сайленс миссия То есть вы Не должны навести Никой шумихи Но на самом деле Плевать абсолютно Абсолютно плевать То что здесь нужно Все по стелсу сделать Нам плевать Мы берем УЗИ И просто Полковника никто Не Не пишет Не ждет Да как брат 2 Уничтожаем всех на корабле Здесь лучше пойти сразу влево Я пошел вправо Моя ошибка Потому что Я начал Ходить и Водить хороводы Вот с этим вот самым Трядовцем Если бы я пошел влево Он бы сразу на меня спустился Собственно как и второй Видите Второй убегает У нас в трюме остался один В багажном отсеке Всех уничтожаем Не давайте им Дойти до себя Потому что Если они вас Одним Один раз прыгнут ножом То все это На завершение Прям двигаемся на Маркер Уходим из лодки Джампим И получается у нас Такой своеобразный Ёлы джамп Миссия пройдена Все отлично Пирс 69 Убийство райдера Что может быть Лучше Хотя не Считаю что райдер Все таки был Каким то Антагонистом Паркуем байк здесь Опять же важно Байк оставлять здесь Потому что Миссия Бывает Любит защищать Вообще все что Находится в диапазоне Этой миссии Начало Ставим байк на дорогу И не волнуемся О том что он пропадет Забираемся на байке По лестнице Ставим его опять же В эту Точку Это тоже очень важно Потому что Вы сами понимаете Что миссия Можете делать так Чтобы байк пропал Тоже не просто Так придумано это место Подходим к Цезарю Зачищаем Всех Рифовцев С помощью снайперки Ну просто Они спамятся Одинаково И можно запомнить Где они заспамнились И просто уничтожаем Все цели Одна за другим Одна за другим Так Найди и убей Тибуна Мы берем наш байк Который Благополучно не исчез И просто Что нам нужно сделать Это просто его задавить То есть я опять же Говорил вам о том Что всех Боссов в этой игре Да они тут есть Можно убивать С помощью того Что вот просто Их задавил И все Это самый Перфект вариант Который может произойти Райдер уплывает Но мы делаем Два точных выстрела Своего тела Как только он поднимает руки Это значит Что он сдох И можно уже Поспешить на следующую миссию Собственно говоря Вот Поднял руки Два выстрела И снайперки Райдер умирает Вот такой вот Он не особо важный Таи персонаж В плане того Что там не надо В него базуки стрелять И все такое Как например в жизни Да Вот Райдер Достаточно легкий Боссак Так скажем Последний полет Торина Паркую байк Захожу на маркер Здесь Очень Очень Сложненько будет В одном моменте Именно он Самым основным Основным является моментом То что здесь Нужно Потренироваться Вообще Реально Тут без тренировок Вообще никуда Так как Выстрел нужно С гранатомета провести Очень Очень четкий Мы едем на миссию Стараемся Блин Не знаю Как можно быстрее Пробежать до Триггера Который активирует Следующую Кассцену Следующего этапа Миссии Баркуем здесь Байк Вот просто Сюда врезаемся И активируется Кассцена Отлично То есть даже Можно не забираться На вертолетную площадку Вот Целимся Не так близко И вот Как только он Поворачивать начинает Мы выпускаем Два залпа ракет И Вот и все Уничтожены То есть Старайтесь запускать Чем больше ракет вы запустите Тем больше шансов Того что вы пойдете Две Это практично Одна Но вы Сори Извините меня Но вы уже профессионал Так вот Миссия пройдена И даже лететь Никуда за ним не нужно было Блин Я говорю опять же Потренируйтесь Очень рисково В принципе Как и следующая миссия Она тоже Очень рисковая Уже Предпредпоследняя А даже Предпоследняя миссия Правильно Мы летим На вертолете У нас в руках миниган Уничтожаем всех НПС Которые находятся На корабле В это время Как нас просит Игра сделать Все равно Указ сцена Вы ничего не сможете Сделать Это тот чувак Который не уничтожается Никак Это просто скрипт Нас тут Подбили Обратите внимание Что у меня Что у меня очень мало ХП Тут желательно Сохранить Броню У меня это не получилось Сделать Потому что я выстрелил С себя На миссию Предыдущей Попал в текстуру Вы так делать Не будете Вот С помощью Приседа Сайленс мишен Убей вам просто Этого первого Потому что Если мы его не убьем Он нас просто шотнет У него шотган Очень дисбалансное Оружие По отношению к вам Сразу же вас убьет Так что лучше В пересяточку Сзади Быстренько Горло его перерезаем И просто бежим Просто вообще Миссия заключается в том Что вы должны Пробежать просто все Игнорируя всех Я думаю У вас будет Результат получше Чего у меня Здесь я очень сильно рисковал У меня пол хп И честно говоря Риск очень большой Что меня здесь убьют Но я Дошел до Сердечка Тут есть сердечко Если вдруг у вас такая же ситуация Как у меня Вы можете им воспользоваться Да и вообще В принципе вам нужно будет Им воспользоваться Так или иначе Потому что Те чуваки Аимщики Просто ого-го Прыгаем Вот этот Как это Короче Погрузочный контейнер Я не знаю Что это Блин склад какой-то вонючий Берем УЗИ Берем броню И просто пробегаем Абсолютно всех Игнорируя просто Просто игнорируем Не волнуйтесь Так все рассчитано Что броня вас спасет Опять же Убиваем гранатометчика этого Неудачник Уничтожаем замочек И разбираемся С самым крутым Стариком На этом корабле Также пробегаем Вообще Говорю вам Не волнуйтесь Все уже до таких Мелочей рассчитано Что Вам ничего не грозит Но опять же Если вдруг Вы боитесь Потерять слишком много ХП Вы думаете Вы умрете Вы всегда можете Убить ваших НПС Так сказать Для подстраховки Чтобы точно не умереть Я же уже этого не боюсь Я просто Пробегаю всех Потому что Знаю что Мне потом Нужно будет Мало ХП иметь Расскажу для чего Это делается Когда у вас мало ХП Опять же Тут нам нужно будет Самоуничтожиться Умереть нужно будет Для того чтобы появиться В клинике Точнее в госпитале Клиника Вол Вот Пробегаем всех Просто никого не убивая Потому что Они нам помогают Сбить ХП Это очень хорошо Для нашего будущего Так скажем Скипа Для того чтобы Не перемещаться В следующей миссии У меня достаточно ХП Чтобы умереть От взрыва Я просто прыгаю Активирую Касс-сцену И миссия Пройдена Просто на ура Спасибо тебе за все Да Не за что У нас мало ХП У нас есть УЗИ Я спокойненько Простреливаю свою лодку Трачу я ХП Для того чтобы взорваться Чтобы появиться в госпитале Вот и все А если у нас будет броня У нас будет полное ХП Мы просто не сможем умереть Поэтому так и делается Эти все пробеги Для того чтобы До минимума спустить Всю вашу броню Всю ваше ХП Чтобы от взрыва умереть И появиться в госпитале Чтобы отправиться К следующей миссии Последней уже миссии На сегодняшний день На сегодняшнее видео Вот так вот Якобом-бом Тут Весьма у меня неудачный транспорт Самый тяжелый Блин пикап Который Рулится плохо Медленно едет Но Такова судьба Опять же Если вам попадется байк Очень хорошо Все будет Ну тут мне попался байк Именно на саму миссию приехать Я очень был счастлив В этот момент И такой Ух Ура Вообще байком радуюсь Собственно и все Наверное радуются байком Это очень хороший транспорт Для спидрана В GTA San Andreas Активируем миссию Едем на машинке На фабрику Где там Изготавливают Какие-то запретные вещества В общем Наш конкурент Которые нам нафиг не нужны И с помощью автомобилей Автомобиля Напичканной Взрывчаткой Мы Давим Этих людей Которые Стояли На стороже Я не знаю Этого забора Перед нами Открывается забор Чтобы с нами разобраться Эти чуваки Чудаки Не знаю зачем это сделали Сигналим Чтобы слишком много урона Не нести Опять же Тачка очень картонная И если вы Позволите нанести Слишком много урона Вы можете просто не доехать Она взорвется Так что старайтесь бибикать Мпс боятся бибикалки Я тут отлично показываю Мастер просто вождения Мастер парковки Заезжаем на маркер Активируем бомбу Что нам нужно сейчас сделать Это просто убежать Убегаем Бомба 37 секунд Более чем достаточно Игнорируем опять же всех Не волнуйтесь Они блин не снайпер Чтобы убрать вам все хп Да и у них оружие не то Были бы смгшки Тогда возможно Но у них пистолеты Уходи через главные ворота Это ошибочное мнение Потому что если мы выйдем Через главные ворота Активируется Кассена триггер Они закрываются Мы просто перепрыгиваем Вот здесь в этом месте И мы уже вышли Из зоны Из территории завода И пожалуйста Активируется Следующий триггер О том что нам нужно Оправиться в гараж Берем ленд сталкер Я тут опять же Пытался найти байк Не повезло Увы Но тоже достаточно часто Спавнится Так что Ничего страшного в этом нет Ну я просто добираюсь На ленд сталкере До следующей метки До завершения миссии И в принципе На этом все ребята Миссия активируется Дальше у нас идет Только дезерт Я сейчас заранее вам покажу Куда нужно двигаться дальше Чтобы начать этот самый Следующий сегмент Пустыню Едем по железнодорожным путям Видите еще никаких Ярлычков Ничего После того как мы Добираемся примерно До сюда Там где звездочка Мы выходим Из машины Из транспорта Не знаю Байка Любого Нам звонит Торино И собственно Открывается Пустыня Пустыню мы с вами Уже рассмотрим В следующей части Всем большое спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Я буду очень благодарен Вам за эти действия Это просто мне поможет Продвинуть это видео В топ Все С вами был Хик Ари Ведерчи И до следующей части Уже будем рассматривать Пустыню Вау Субтитры создавал DimaTorzok